Здравствуйте! Разбираться сегодня в острых и безотлагательных вопросах буду я, Мария Шматкова, члена общественной палаты. Итак, сегодня у нас в студии Виталий Олегович Шипко, заместитель председателя комиссии по предпринимательству и Игорь Валентинович Топало, мастер спорта, заслуженный тренер России, начальник штаба местного отделения юнармии городского поселения Кубинка. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию по телефону 8495 508 86 84. Задавайте свои вопросы. Но прежде чем мы перейдем к основной теме нашей программы, мне бы хотелось поздравить с днем рождения вас, Виталий Олегович. У вас сегодня день рождения. Спасибо. Мы, конечно, не поздравляют заранее, но тем не менее, Игорь Валентинович, завтра, а программа будет, разберемся завтра, в повторе, мы поздравляем вас, потому что завтра, 9 февраля, день рождения у вас. Спасибо. Прям прекрасное сегодня настроение. Я желаю вам, в первую очередь, конечно же, здоровья, сил, терпения в решении всех поставленных задач, а их перед вами стоит немало. Итак, Виталий Олегович, давайте расскажем о том, как общественники помогают ветеранам, как общественники помогают в работе с подрастающим поколением, и непосредственно, конечно же, ваша комиссия, комиссия по предпринимательству, потому что дел очень много, и помогать есть кому. Да. Значит, в 2016 году по инициативе предпринимателей 8 микрорайона, в основном 8 микрорайона, был создан при общественной палате совет предпринимателей, который в основном занимается помощью ветеранам Великой Отечественной войны, значит, оказывает им содействие, значит, на все праздники, которые проходят, соответственно, наши, вот, также мы ведем мониторинг, так я являюсь представителем этой комиссии, не комиссии, а совет предпринимателей, да, значит, мы ведем мониторинг именно образ жизни, вот, и состояние здоровья, приезжаете, помогаете, прям делом, делом, да, значит, на все праздники, значит, мы формируем прудпайки, значит, для тех ветеранов, которые лежачие, соответственно, привозим при помощи молодежного парламента Одинцовского района, ребята очень нам помогают в этом, значит, ездим адресно ко всем ветеранам, передаем им лично подарки, также узнаем, какие лекарства необходимы, в частности, какие, может быть, средства по уходу, вот, например, в 2016 году Шатрову Михаилу Митрофановичу понадобилась коляска, вот, мы, соответственно, помогли, общественная палата предоставила безвозмездно Шатрову эту помощь, да, для тех ветеранов, которые могут самостоятельно передвигаться, мы организовываем концерты, значит, на базе ДК Солнечной, соответственно, члены совет предпринимателей выделяют транспорт, мы вывозим их, ветеранов, значит, на ДК Солнечной, где проходят эти мероприятия, вот, значит, также договорились, вот, например, в прошлом году директор, главврач третьей поликлиники Шевелева Ирина Николаевна направила всем лежачим больным, которым была, была необходимость врачей для проведения обследования на дому, вот, то есть, в принципе, когда, члены общественной палаты и комиссия по предпринимательству, в частности, соответственно, и наша... Ну, взаимодействуете с ветеранами. Да, мы взаимодействуем не только с ветеранами. Как вас встречают, Виталий Олегович, расскажите, когда вы приходите в дома, и в том числе непосредственно уже общаетесь, поздравляете ветеранов, какое чувство у вас возникает внутри? В основном, в основном, ветеранам не хватает внимания, вот, поэтому, когда к ним приходят, особенно, вот, молодежь, молодежные, ребята-представители молодежного парламента, конечно, из-за того, что не хватает общения, не хватает внимания, достаточно много времени они рассказывают. Вот, мы даже создали фильм о ветеранах 8-го района, значит, где каждый из ветеранов рассказывал о своем боевом опыте, вот, о том, что переживали они во время блокады, во время Великой Отечественной войны, значит, были ветераны, и... Также есть ветераны не только боевых действий, но и ветераны тыла, вот, то есть, как ковали победу в тылу, вот, был создан фильм на основе вот этих воспоминаний, которые, в принципе, останутся уже на долгое время, вот. Виталий Олегович, вы сказали о том, что в основном помощь адресная, и она, вот, на данный момент касается непосредственно жителей 8-го микрояна. Когда вы перейдете непосредственно уже в город, в основную его часть? Ну, я бы сказал, у нас есть планы перейти не только в город, вот, а расшириться и уже на уровне района. К сожалению, сейчас в состав наших, нашего совета предпринимателей входит 12 предпринимателей, вот, поэтому мы готовы принимать желающих оказывать содействие ветеранам, и не только, значит, всех предпринимателей, которые имеют такое желание. Ну, наверное, людям, которые нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке, что непосредственно происходило с семьей Погорельцев. Все знают эту историю, мы неоднократно и показывали, и говорили, конечно же, ваша комиссия тоже помогла, и есть люди, которые, выходя за рамки комиссии, оказали огромную помощь. Да, действительно, хотелось бы поблагодарить Блащинского Андрея Александровича, заместителя генерального директора АО Управления жилищного хозяйства, который до сих пор продолжает оказывать содействие, значит, Погорельцам, вывозе мусора, наведение порядка, вот, в подъезде, там, в квартире, вот, не далее, как сегодня, я с ним созванивался, интересовался, как идут работы, он говорит, что он продолжает выделять людей на оказание этой помощи, вот, на безвозмездной основе. Планируется ли проведение совместных встреч вместе с юноармейцами, Игорь Валентинович, ветеранов, юноармейцы, члены общественной палаты, будет ли эта работа как-то осуществляться, есть ли она у вас в планах? Ну, она не только в планах, она идет, не так давно, буквально на прошлой неделе, 2 февраля, по приглашению, нашему приглашению, нашего местного отделения, представители общественной палаты во главе с председателем Захар Юрьевичем Ивановым, приняли участие в очередном, в таком достаточно большом массовом приеме 65 новобранцев в наши ряды. Пополнились в границах городского поселения, а теперь у нас 115 юноармейцев. У нас есть видеоролик, кто такие юноармейцы, давайте его сейчас посмотрим и продолжим дальше наш разговор. Мы в первый раз приехали, пока вот все быстро в темпе. Будем стараться не ударить грязь лицом. Второй взвод, галлону по одному на получение оружия, вперед! ПОДПИШИСЬ! 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 Конечно, тяжело очень с этим грузом, с этими оружиями бегать. Ну, все преодолеваемо. Защищать друг друга, стоять до последнего. Ориентир первый! Синоки, стоящие дерево! Атаку! Вперед! 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 Это наши кубинские ребята. Совершенно верно. Примерно 30 мальчишек и девчонок в возрасте от 14 лет и старше приняли участие в совместном мероприятии Министерства обороны Российской Федерации и регионального штаба юной армии Московской области, которое было посвящено подвигу курсантов военных училищ под стенами Москвы в октябре-ноябре 1941 года. Именно этим мальчишкам тогдашним и посвящено трехдневное мероприятие на базе Парка Патриот, которое проводило как раз юноармейское движение Московской области. Наши 30 человек прошли достойно. Ну и собственно говоря, это курсанты школы будущего сержанта, которая когда-то была просто одним из юноармейских клубов, возникшей на базе спортивных секций, которые когда-то я создавал с целью пропаганды здорового образа жизни, который со временем не просто продолжает заниматься пропагандой здорового образа жизни, но еще занимается военно-патриотическим, историко-патриотическим, гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, в основе которого лежит идея кадетского братства, которое никогда не иссякнет, несмотря на те жестокие периоды русской истории, которые пережили, они, собственно говоря, своей стойкостью доказали, что они достойны развиваться. Ну вот, собственно говоря, в юноармейском движении, которое возникло у нас официально в стране 28 мая прошлого года, первый слет проходил в парке «Патриот», в котором наши ребята уже тогда принимали активное участие как соорганизаторы этого мероприятия. Она получает сейчас достаточно большой размах. Есть определенная заинтересованность подавляющего большинства, так сказать, руководителей разноплановых военно-патриотических организаций. Совсем не обязательно быть, скажем так, каким-либо спортсменом, или же заниматься реконструкцией, например, или просто воссозданием, восстановлением нашей исторической памяти. В конце концов, просто выступать и петь наши исторические стихи и песни по тому периоду. Волонтерское движение, дальше поисковое движение, также являются актуальным направлением в развитии юноармейского движения в Российской Федерации. Тем более, что создателем официальным считается Министерство обороны в лице его министра Сергея Кожугетовича. Собственно говоря, в государственных рамках это получится, мое мнение личное, ну, собственно, я в этом убеждаюсь уже каждый раз, что оно получит еще больше размах, более грамотную направленность, и, собственно говоря, получит достойный интерес со стороны ее участников. Ну, не просто это проходит на территории Одинцовского района в парке Патриот, еще самое главное это то, что первые участники это наши ребята. Совершенно верно. Это гордость большая для всех наших жителей. Совершенно верно. И уже мы получили приглашение. И для ветеранов, безусловно. Уже приглашение ребята получили участвовать в коробке юноармейской 9 мая на Красной площади. А без ветеранов у нас не проходит ни одного мероприятия. Это, естественно, по-другому и быть просто не может. И, собственно говоря, учитывая тот почтенный возраст, в котором они сейчас находятся, я думаю, что на душу вложится хорошее, теплое, после того, что они видят, общаясь с ребятами, вживую видят. Виталий Олегович, я знаю, что Ваша комиссия вышла в 2016 году с инициативой к губернатору. Расскажите о ней, на что будет направлена Ваша деятельность. На сегодняшний день ситуация со спортом в Одинцовском районе сложилась таким образом, что основная масса спортивных комплексов сосредоточена в городе Одинцово. Также, конечно же, есть спортивные комплексы, построенные в Горках и Успенской администрации в Кубинке. А вот в городе Голицыно и в Жаворонках таких спортивных комплексов нет, к сожалению. Вот мы, комиссия по предпринимательству, по обращению жителей, в первую очередь, города Голицыно, было собрано достаточно большое количество подписей. Люди обратились в нашу комиссию, мы являлись инициатором, соответственно, общественная палата являлась инициатором обращения к губернатору с просьбой о строительстве, выделении средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Голицыно. На сегодняшний день получен ответ от Министерства спорта о том, что на весь Одинцовский район спортивных объектов достаточно. То есть они рассматривают, соответственно, как я предполагаю, и что видно из ответа, что они рассматривают и весь Одинцовский район как общий. И, соответственно, то, что в каких-то частях города Одинцовского района не хватает спортивных комплексов, возможно, мало интересно. То есть они смотрят на весь район в целом. Конечно же, мы будем обращаться снова и снова. Мы эту затею не оставим. Соответственно, глава города Голицыно также изыскивает средства и возможности о строительстве комплекса. И сейчас на данный момент на базе уже существующего, там, Дома культуры «Октябрь», в частности, соответственно, и на базе тех площадей, которые оказываются свободными, вот, администрация города Голицыно открывает новые спортивные секции, открыт клуб раннего развития детского. Раньше это помещение занимало здание «Тбербанка», а теперь сейчас там занимаются дети. Там есть и балетный класс, и школа иностранных языков, и достаточно много кружков, куда бы дети могли ходить и развиваться. Подклик от жителей есть, что, в общем-то, в какой-то мере их обращения были удовлетворены? Силами уже общественников, безусловно. Конечно, есть, но так как результат еще не получен, и физкультурно-оздоровительный комплекс не построен, конечно же, все ждут жителей города Голицыно и надеются на то, что все-таки их чаяния будут услышаны, и этот проект будет реализован. Игорь Валентинович, расскажите еще о других проектах, которые осуществляете вы в рамках патриотического воспитания, в рамках общественной палаты Одинцовского района. Например, проект «Великая Отечественная». Ну, это достаточно такой уже зрелый, подготовленный проект, который мы запустили еще в 2012 году. Первые корешки совместно с руководителем нашего местного поискового отряда Алексея Янычка. Алексея Леонидовича Кобякова. Ну, соответственно, вырос он уже в такой размах, что в нем приняло участие порядка уже более полутора тысяч человек. Детей, в первую очередь, в возрасте также от 12 лет. Согласно уставу, принимающейся в юнормию, в основном это от 12 лет. И дальше уже без ограничений, в том числе взрослая, молодежь особенно, студенты. Например, активное участие в этом принимают студенты Западно-Подмосковного института туризма, который размещен в поселке Большие Веземы, в границах городского города Голицына. Ну и, собственно говоря, впереди у нас очередной раздел, который будет проходить в мае. Определенная заинтересованность в этом проекте есть и у регионального штаба юнормии. Надеемся, что он просто будет дальше развиваться. Это то, что касается именно этого проекта. Ну, по-другому быть не может, потому что на самом деле вопрос воспитания духовного сейчас может опираться только на такие исторические вещи, как история Великой Отечественной войны. Ибо Первое мировое нам, к сожалению, давно утеряно и, к сожалению, очень сильно фальсифицировано было в свое время. Восстановить это практически сейчас, когда уже нет живых свидетелей. Да и, собственно говоря, их уже и быть не может во временных рамках. А живые свидетели Великой Отечественной, вот они еще, слава Богу, живо-здоровые. Пускай большинство из них сейчас это дети войны, но они могут передать все, передать своим воспоминаниям, в первую очередь зрительным, увидеть то, что показывает сейчас молодежь. Главное, чтобы это передавалось правильно и воспринималось разумно современным молодым поколениям. А потом и заключается патриотическая работа? Ну, можно сказать, что и в том числе, и в этом. Ну и, собственно, нужно понимать, что духовность, она, в первую очередь, не может восприниматься только как умственная сторона. Без здоровья здесь подготовить достойного защитника Родины совершенно невозможно. Поэтому такая вещь, как спорт, спортивная направленность, и в первую очередь, готов комплекс, готов к труду и обороне, которую мы также активно пытаемся продвигать в этих рамках. Соответственно, занятие спортом, потому что юноармеец не может не быть спортсменом-разрядником. Это уже не юноармеец, пускай даже шахматы. Ну, практически все, что входит в комплекс ГТО, начиная от зимних видов, лыжи, стрельба биатлонная, в первую очередь, потом такие закрытые, как плавание, подтягивание, прыжки в длину с места, летние, как бег на длинные, на короткие дистанции, метание гранат. Собственно говоря, вот 24 марта, куда я вас приглашаю, 4 целых полосы испытаний, которые мы предлагаем нашим участникам. Они включают себя, правда, в первую очередь в целях пропаганды. Курс БГТО «Будь готов к труду и обороне», который был в советский период, в 40-е, 60-е годы. Но пускай посмотрят молодежь, какими были те годы, как воспринималось этим. Ну и, соответственно, чтобы сейчас это передавалось нынешней молодежи с более активным вовлечением как раз в сдачу нормативов. Где пройдет это мероприятие? В какое время? Кто может стать его участником? Любой молодой. Еще раз напомню, 4 марта. Совершенно верно. 4 марта городское поселение Кубинка, а конкретно местное отделение Юнармии, приглашает все желающие юнармейские отряды, отделения, группы, размещенные на территории нашего района, всей Московской области. Тем более завтра на совещании как раз регионального штаба Юнармии я вот эту тему буду освещать. Приглашаем к нам проезд от Кубинки до Парка Патриот совершенно бесплатный за счет средств администрации поселения. Это все мы будем организовывать. И там будет 4 площадки. Одна на базе партизанской деревни, так называемой, знаменитой. Другая на базе городка или площадки военно-тактических игр, федерацию которой возглавляет небезызвестный актер Галустян. Ну и собственно говоря и на участке Юнармии в парке Патриот. На все будет затрачено примерно 4 часа, никакой банальности не будет. Все будет подведено в рамки максимально приближенные к боевым. Как говорили в наше время, когда мы были мальчишками, пацанами, ветераны, фронтовики. Чтобы дети могли себя почувствовать в теле своих предков, которые в свое время, не дай Бог, конечно, снова пришлось пройти через очень тяжелые испытания нашей истории. Можно обратиться к вам, можно обратиться в общественную палату Одинцовского района, получить всю информацию о этом мероприятии и не только увидеть, но и принять участие. Это самое главное, да, совершенно верно. Почувствовать, пронести через себя. Виталий Олегович, какие еще задачи вы ставите на Новый год? Какие еще идеи есть в комиссии? Это по взаимодействию с дольщиками, с компаниями, застройщиками и администрацией Одинцовского района. Также достаточно большое количество ведем работы по обращению предпринимателей. Соответственно, пытаемся помочь в сложившихся ситуациях, допустим, каких-то, либо разъяснить, каким образом действовать. Особенно это касается тех предпринимателей, которые только-только начинают свой бизнес. То есть вы помогаете, осуществляете консультационную помощь, юридическую по всем вопросам, то есть можно к вам обратиться, например, если молодые люди решили открыть собственное дело? Да, есть создан бизнес-инкубатор, в который входят уже состоявшиеся предприниматели, которые готовы делиться своим опытом с начинающими предпринимателями. А также хотелось бы сказать, что наш совет предпринимателей, в принципе, готов принять предпринимателей с активной жизнепозиции, которые, допустим, не только находятся на территории города Одинцова, а и всего Одинцовского района, дабы оказывать помощь и содействие ветеранам, и не только ветеранам, а и самим же предпринимателям на территории всего Одинцовского района. Действительно, людей, которые нуждаются в поддержке, в помощи, мы с этого начали нашу программу, их достаточное количество, и, конечно же, хочется помочь и решить проблемы всех и каждого, и адресно. И адресно в том числе. Спасибо огромное. Вы смотрели программу «Разберемся». Всего вам доброго. До свидания. Увидимся через неделю.